Здравствуй, дорогой подписчик или гость моей страницы. Сегодня я хотела бы тебе рассказать об инновационном инструменте, который называется видеоконференц-связь. Я уверена, что ты где-то что-то слышал, но, возможно, не до конца понимаешь, о чем идет речь. Поэтому сегодня моя задача – показать и рассказать, как этот инструмент может помочь тебе в развитии твоего бизнеса. Как заявляет российская бизнес-газета «Инновации», если вы хотите быть лидером на вашем рынке, то вам просто необходимо знать о новых внедрениях информационных технологий и не просто знать, но и использовать их. Одной из инноваций таких технологий является видеоконференц-связь. Что же это такое? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 ТАКФИЧИН 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 По подсчетам экспертов, благодаря использованию видеоконференц-связи участники торгов смогут сэкономить до 1 млрд рублей в год. Расчет простой. Около 5000 контрактов в месяц заключается с поставщиками из других регионов. Обсуждение условий контракта требует проведения междугородных телефонных переговоров и выездов командировки, что влечет за собой существенные накладные расходы. В среднем около 150 млн рублей в месяц или 1,8 млрд рублей в год на всех. Как минимум половину этой суммы участники торгов смогут сэкономить, заменив командировки видеосвязью. Экономия средств далеко не единственное преимущество видеоконференц-связи. По данным психологов, более 70% людей – это визуалы, то есть те, кто воспринимает информацию преимущественно через зрение. Это говорит о том, что большинству из нас критически необходима визуализация тех, кто участвует в процессе информационного обмена. Возьмем тех же участников электронных торгов. При проведении тендеров между заказчиками и поставщиками проводятся обсуждения, а после определения победителя происходит множество взаимодействий для уточнения документов, условий оплаты, исполнения договоров и прочих нюансов. Эффективность переговоров напрямую зависит от возможности их визуализации. Разговор лицом к лицу сразу же позволяет вывести взаимопонимание участников на совершенно другой уровень. Электронные закупки – далеко не единственная сфера применения видеоконференц-связи. Для этого сегмента это скорее инновация. Есть области, где использование видеосообщения является, если еще не стандартом, то уже неотъемлемым элементом функционирования. Например, суды, учебное заведение, сети салонов, ресторанов, туристические агентства и многое-многое другое. Для бизнеса сегодня видеокоммуникационные системы – это не только способ сокращения расходов и повышения качества переговоров, но и неотъемлемый бизнес-инструмент для поддержания конкурентоспособности. Большое количество компаний, ориентированных на продажу, нуждается в постоянном информировании своих сотрудников о новых услугах и товарах, что особенно актуально в условиях постоянно обновляющегося ассортимента. Решение этой задачи может усложняться рядом факторов. Например, сезонностью, когда нагрузка на бизнес резко возрастает, и территориальной распределенностью офисов, что серьезно увеличивает как время доставки информации, так и накладные расходы. Оптимальное решение этой задачи – использование видеосвязи. Дистанционные переговоры – это только одна из возможностей из обширного ассортимента видеокоммуникационных систем. Вторая – это коллективная работа удаленных друг от друга команд. Следующий шаг – это виртуальные командировки. Представьте, что вам нужно осмотреть важный объект. Участок земли в соседнем районе или даже в другой стране. В назначенное время вы отправляетесь в деловое турне, не выходя из собственного кабинета. Автомобиль продавца двигается по заданному маршруту, попутно снимая круговую панораму, а полученное изображение передается на ваш компьютер. Как свидетельствуют результаты западных исследований, за свою жизнь среднестатистический менеджер проводит 3 года в самолете, 2 года в дороге в аэропорт и обратно, 23 месяца в ожидании своего рейса, 11 месяцев в ожидании пересадки с рейса на рейс и 3 месяца в поиске мест для парковки. Не исключено, что в обозримом будущем, благодаря расширенным возможностям видеокоммуникационных систем, деловые путешествия практически сойдут на нет, а авиакомпании и турбизнес вынуждены будут серьезно пересмотреть принципы своей работы. Таким образом, видеосвязь – это сфера, где можно не ограничивать свою фантазию. Дальнейшее развитие этой технологии обещает головокружительные перспективы не только для бизнеса, но и для каждого человека. Думаю, что мы начнем пользоваться виртуальной телепортацией гораздо раньше, чем может показаться на первый взгляд, ведь большинство необходимых для этого технологий уже создано. Осталось лишь объединить их в виденный продукт, и это вопрос времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова